Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот пошел седьмой день после посева петуни, одновременно сеяла гранулы и простые семена. Сейчас я, так как каждый день выношу их, чтобы опрыскивать, я опрыскивала, и сравню посевы гранулами и посевы простыми семенами. Простые семена я вам уже показывала, они взошли на третий день. Сейчас они выглядят вот так, два семидольных листика. Их довольно много, они меленькие. Сейчас вот приближусь и покажу вам. У них вот сейчас, ой, сейчас подождите, я чтобы не дрыгалась, сделаю вот так вот, облокочусь. У них сейчас вот как раз тот период опасный, когда они могут упасть. Видите, на какой тоненькой ножке они стоят. И я хотела отложить пикировку на завтра-послезавтра. У них сегодня четвертый день после всходов. Но начну пикировать сегодня хотя бы половину тех, которые покрупнее. Потому что я в углу обнаружила, видите, вот этот белый налет. Вот с этого и начинается вот с такой маленькой бяки. От того, что, хотя я их открывала надолго, сейчас вообще оставила без крышки. От большой сырости, вот от парникового эффекта начинает земля плесневеть. Это все, это появление инфекции, которая очень угрожает молодым сеянцам. И если я хочу все их сохранить, мне их нужно срочно пересаживать. При пересадке, конечно, я их высаживаю в свежий грунт, в кассеты. Это вот такие простые семена, посеяные 7 марта. 10-го взошлись. Сейчас гранулы. Каждый день осматриваю посевы гранул и ищу посевы, всходы. Сегодня нашла 2 крошечных штучки. Так, сейчас яркость придет нам. Вот одна взошла. Из 15 гранул взошло 2. Вот я каждый день вот так подхожу и осматриваю вот эти углубления. Не появился ли зеленый росточек. Росточков не появляется, вырезала уже какая-то трава. И вот второй крошечный появился. Я еще даже не уверена, петуния это или нет, но похоже на петунию. Вот соседние все пустые отсеки. Вот и результат, о чем я говорила. Самые простые семена, самый простой посев, он дал результат намного быстрее, дружнее и эффективнее. Вот эти гранулы, за которые я отдала почти 100 рублей, пока что получила 2 маленьких штучки. Но если пойдет, как в прошлом году, у меня в прошлом году половина взошла. Из этой половины еще в процессе роста этого, они половина почему-то погибли. Вот эти простые выжили все, а эти погибли. Но что поделать, махровую петунию все равно хочется. Сею каждый год понемножку, по несколько штук. Я, конечно, уже такими большими партиями не занимаюсь. Я на продажу их не выращиваю. Но если вот осенью начеренковать, я один год черенковала, у меня был полный подвал вот таких махровых петуний. В том году заниматься было некогда, взяла снова гранулы. Вот 2 гранулы у меня взошло. И взошло около 100, может даже больше, простых семян, которые я буду сегодня, скорее всего, пикировать. Как я пикирую такие крошки, я, конечно, вам покажу. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И вот это краткий обзор для сравнения посевов простыми семенами, методом посола на грунт и гранул.